Всем привет дорогие друзья! Сегодня будем делать с вами золотые подтеки на торте. Это сейчас очень красиво, будь то золотые, серебряные, либо как атласные, такие на вид синие. Это просто зависит от цвета вашего кандурина. Для того, чтобы приготовить именно красивые подтеки, которые не будут у вас как глиссаж, допустим, висеть до самого низа вашего тортика, нужно густую глазурь. Эту глазурь нужно готовить на желатине, потому что к ней очень хорошо пристает кандурин и будет красиво переливаться ваш тортик. Поэтому беру желатин и заливаю его водой комнатной температуры. Размешиваю и оставляю желатин набухнуть. У кого желатин крупный, там можно оставить набухать его минут на 20-30. У меня желатин очень мелкий такой и он набухает буквально за 5 минут. Посмотрите, он практически сразу растворяется. После чего этот желатин нужно будет разогреть в микроволновке импульсами, не доводя до кипения. Так как он у нас горячий, сюда можно сразу добавить шоколад. Я буду использовать шоколадную глазурь, она быстрее застывает и схватывается. И будет намного проще с ней работать на тортике. Бросаю сюда, в общем, свою глазурь. Можно использовать шоколад, если вы принципиально хотите. И хорошенечко перемешиваю. От температуры желатина шоколад наш прекрасно расходится. Теперь осталось добавить сюда только масло. Вы видите, шоколад полностью разошелся. И теперь добавляю сюда масло. Масло тоже от температуры прекрасно разойдется. Бросаю его сюда и перемешиваю. И вот уже масло у нас прекрасно растворилось. Первый раз советую вам оставить эту глазурь для того, чтобы она полностью сама по себе схватилась. Будь то в холодильнике, будь то при комнатной температуре, смотря сколько у вас есть времени. Она станет вот такая вот прям плотная. И уже потом советую разогревать ее до нужной вам температуры. Я разогрела, периодически перемешиваю и дала ей немножечко еще остыть, для того, чтобы потеки были именно такие, как мне надо. Прошу прощения за то, что камера трясется, держу в руках. И тут уже смотрите, нужны вам длинные. Разогревайте вашу смесь сильнее. Она станет жидше и будет сильнее бежать. Я хотела вот такие коротенькие поверхушки, а уже более жидкой разогретой глазурью полью сам вверх, чтобы сделать такие, именно как текущую, вот такую как лаву, я бы сказала. Я смешала два кондурина. Здесь у меня золотая искра и еще какое-то сусальное золото или что-то в этом духе. В общем, какое-то очень красивое, более мелкое, чем золотая искра. И просто потом самая такая более скучная работа, я бы сказала, это покрасить сверху каждый потек. Если у вас, конечно, весь торт покрыт глазурью, то, понятное дело, вам проще. А здесь вот тут каждый потек нужно покрыть кисточкой. Мне проще всего делать это именно плоской кистью. С верхушкой намного проще. Она просто, как вы берете, набираете определенное количество кондурина и растираете его, я бы сказала, втираете в глазурь. К ней прекрасно прилипает за счет того, что есть желатин. И получается очень красивый, яркий, блестящий, я бы сказала, такой даже зеркальный торт. Обязательно попробуйте. Я уверена, что у вас тоже получится. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok